Дом Божий Дом Божий Мы споем песню «Возрождение» номер 30. «Не пройди, Иисус, меня ты, дух не осеня, Слыша, лют, мольбой объятый, не пройди меня». Не пройди, Иисус, меня ты, дух не осеня, Слыша, лют, мольбой объятый, не пройди меня. Боже, Боже, услышь меня, Слыша, лют, мольбой объятый, не пройди меня. Дай у трона пред тобою мне найти бальзам, Я простер теперь душою, помоги мне сам. Боже, 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 услышь меня, Слыша, лют, мольбой объятый, не пройди меня. Полагаюсь на тебя я, лик ищу я твой, Слыша, лют, мольбой объятый, не пройди меня. Ты источник утешенья, лучше всяких благ. Друг мой, ты, как в мире твенья, так и в небесах. Боже, 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 услышь меня, Слыша, лют, мольбой объятый, не пройди меня. Приветствую вас, братья и сестры, присаживайтесь. Я сегодня очень рад стоять перед вами, быть в собрании верующих. Да, и я также рад видеть, что есть те, которые жаждут общения с Богом, потому что, как уже говорили, такие служения по средам, они показывают, кто имеет личное отношение с Богом. Потому что много из людей, которые в этом мире приходят на воскресные служения в разных церквях, но те, которые действительно ищут общения с Богом, они будут искать его и пользоваться каждым случаем, который попадается. Поэтому хотел бы вас немножко похвалить, может быть, так сказать, что хорошо вы сделали, что пришли. Знаете, когда я узнал, что я буду проповедовать, особенно в среду, хотелось поделиться с вами чем-то, чем-то, может быть, необычным или что-то рассказать новое. Но, как я уже говорил, я всегда с вами делюсь своими переживаниями и то, что, может быть, теми мыслями, которые меня посещали на протяжении этой недели, с чем я сталкивался. И хотелось бы просто с вами иметь такое общение, где, может быть, я отсюда буду с вами делиться, может быть, тем, что Господь положил мне на сердце, и мы будем читать из Слова Божия. И сегодня я бы хотел поговорить на такую тему, которая, может быть, не сильно будет для вас сюрпризом. Я буду сегодня говорить о вере. Очень много сказано было с этого места, и я думаю, за всю свою жизнь, не сильно длинную, я тоже слышал о вере. И можно сказать, ну, зачем нам еще сегодня больше слушать о вере. Мы так много знаем, мы даже называемся верующими. Но вы знаете, когда мы подойдем к молитве, может быть, я постараюсь через Слово Божие показать, почему так важно непрестанно говорить о вере. Люди сегодня верят во что угодно. Сегодня можно каждого человека назвать верующим, потому что люди верят во все. И для примера расскажу одну такую историю. Я недавно ехал с одним человеком, он совершенно не христианин, я скажу так. Хотел сказать не верующий, но он верующий, вы удивитесь. Но я скажу, что он никакого отношения не имеет к церкви, он живет очень нехорошую жизнь, но так по работе приходится иногда и с такими людьми пересекаться. И вы знаете, мы ехали с ним в машине, он водит трак, который перевозит машины. И он должен был доставить меня в одно место. И вот как-то получается, что мы ехали вместе. И он начал рассказывать мне историю о том, как однажды зимой он ехал на этом же траке, и его развернуло на хайвее. И его так развернуло, что он сделал оборот 360 градусов и оказался прямо так, как он ехал. И вот так он дальше продолжал свой путь. И вы знаете, он сказал очень смешную вещь для меня. Он сказал, вот если бы у него там всегда на зеркале висит там омлетик такой, он говорит, вот если бы не он, я бы, наверное, не знаю, что со мной случилось. И вот он как-то всегда трясется, говорит, лишь бы, чтобы он со мной был. И я, услышав это, сначала хотел посмеяться и как-то улыбнулся, но потом я ему все-таки думаю, наверное, это случай воспользоваться, хороший случай сказать ему о Боге. И я ему сказал, его зовут Джим, и я сказал, Джим, ты очень интересный человек. И говорю, вообще люди очень интересные. Когда им говоришь, что есть Бог, что Бог, Он существует на небе, как детям, да, иногда им нужно рассказывать. Я говорю, вы смеетесь и говорите, это невозможно. Хотя, с другой стороны, вы готовы верить во что угодно, даже в самую мелкую вещицу, которая у вас, может быть, висит там, или на зеркало, или еще что-то. Я говорю ему, что люди до такой степени готовы не верить в Бога и отрекаются всякими способами, но одновременно, как вы знаете, каждый из вас, я думаю, слышал, готовы верить во что угодно, только не в Бога. Мы также называемся верующими, но мы, в отличие от всех этих людей, мы верим в живого Бога. Слава Богу за то, что есть у нас такой Отец, есть у нас на небе Бог, в Бог, которого мы верим. Я бы хотел, самое первое, что я бы хотел отметить, почему мы должны говорить очень много о вере, потому что наша вера подвергается ударам со стороны дьявола. И этом, если мы просмотрим Библию, пролистаем страницы Библии, Ветхий Завет и Новый Завет, мы увидим, что большой акцент, или большой удар, или, можно сказать, большой удар приходится на веру, на нашу. Почему? Я как-то уже говорил, что если мы увидим, если нам скажут, что там есть вот эта вещь, пока мы ее не увидим, мы находимся в фазе веры, потому что нам сказали, что там есть. Как только мы пошли и посмотрели, мы убедились, мы уже не верующие, мы уже знаем, знающие, потому что мы знаем, что там действительно есть эта вещь. И поэтому вера – это что-то, что очень легко, если человек во что-то верит, его очень легко сбить. Скажите мне сегодня, что там где-то в космосе есть такая планета, покажите мне, или расскажите, что она действительно существует по каким-то высчитам, какие-то математические расчеты. И вы знаете, если человека убедить, то он действительно начнет верить, что там что-то есть. Но если сделать эксперимент и через несколько лет сказать, вы знаете, что мы опять пересчитали, сделали опять расчеты какие-то, и там действительно нету этой планеты. Вы, может быть, я не знаю, насколько вы читаете новости, но не буду сильно вас посвящать, в детали, но ученые все-таки пытаются как-то в космосе найти еще какие-то дополнительные планеты. Они говорят, что если математически или еще что-то теоретически сложить, то оказывается, наша галактика не заканчивается на определенной планете, есть еще что-то. Поэтому на этом примере мы можем сказать, что людей очень легко переубедить. И дьявол, он знает это. Он знает, что нашу веру можно сломать, если мы не твердо стоим в том, что мы верим. Если вы вернетесь, или если мы вернемся в Ветхий Завет, в самое начало Библии, в Эдемский сад, вы также помните, что дьявол также пытался атаковать, атаку с самого первого дня существования человека, он также пытался атаковать человека и придать сомнению его убеждения или веру, или вы знаете, что все началось оттуда. Если мы откроем Ефесянам 6 главу, я бы хотел прочитать Ефесянам 6 глава, обратить ваше внимание на 16 стих, но если вы будете читать с 14 по 17, те, кто читает Библию, вы знаете, что здесь говорится о христианине или приводится пример христианина как воина. И здесь дается как бы рекомендация, как мы должны, в какое обмундирование, можно сказать, и каким оружием мы должны защищаться против дьявола. Давайте мы прочитаем с 14 по 17 стих. Итак, станьте, подпоясавши числа ваши истинную, облегшись броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. Апачи всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукава. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Вот такая картина человека, христианина, который готов на сражение, на сражение с темными силами, с дьяволом. Если вы посмотрите 16 стих, здесь написано Апачи всего. В другом переводе я прочитал, как бы это пачи, это, наверное, старое слово, но я бы так сказал, что но более всего, да, или больше всего, обратите внимание на щит веры. Почему я здесь усматриваю в этих словах, что мы должны большой акцент обратить, или обратить внимание на то, каков наш щит веры. Если вы когда-то, может быть, давались в историю, как выглядели раньше военные, вы можете сказать, что щиты были разные. Щит мог быть маленький, щит мог быть огромный. В свое время, может быть, были щиты, которые закрывали воина от земли или от ног до самой макушки головы, они, может быть, были потяжелее. Кто-то пытался упростить щит, сделать его меньше, чтобы, может быть, как-то быстрее двигаться. Но как-никак мы понимаем, что щит, он защищает нас. И здесь написано от раскаленных стрел лукавого. И я так понимаю, что наше внимание должно быть, конечно, мы не можем умалять все вот эти рекомендации, которые здесь даны нам с 14 по 17 стих, но больше всего мы должны обратить внимание на щит веры, потому что только им мы можем угасить вот эти вот атаки дьявола, которые, я думаю, что каждый нас, каждый из нас проходит через вот эти атаки ежедневно. Я не знаю, как вы, но в своей жизни, особенно, когда я пытаюсь приблизиться к Богу, когда я стою утром с молитвой и прошу, чтобы, вы знаете, я понимаю молитву Отче наш прямо, как есть. И вставая утром, я прошу Господа, чтобы он все-таки, как в молитве Отче наш, избавил от лукавого, потому что дьявол, он всячески старается атаковать нас с разных сторон. Следующее, на что я хотел бы обратить внимание, что наша вера, она может ослабеть. И этому есть доказательства в Священном Писании. Мы много слышим, когда говорят, человек потерпел кораблекрушение в вере. Вы можете, если я вас прошу сегодня, приведите мне пример из Библии или из Ветхого или Нового Завета, людей, которые усомнились, потеряли веру, ослабли в вере. Я бы хотел один пример привести, это мы откроем Марка, 9 главу, 22 стиха. Здесь идет речь о человеке, отце, который просил Христа, чтобы он исцелил его сына. Его сын, он был бесноватым или одержимый бесами. И здесь 22 стиха мы читаем, и многократно дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над ним и помоги нам. Вот здесь такое моление отца, который пришел ко Христу и просил за своего сына. Он говорит, что многократно дух бросал его, чтобы погубить. Сжалься над ним и помоги нам. И следующий стих. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тот час отец отрока воскликнул со слезами, веруй, Господи, помоги моему неверию. Читая эти слова, я вижу, что приходя к Христу, принося наши нужды, переживания в молитвах, мы можем иметь слабую веру. Но здесь у нас мы видим, что есть, Господь дает нам право через этот пример обращаться так же, чтобы Он укрепил нашу веру. В Библии очень много написано, что если вы имеете маленькую веру, то можете двигать горы, так как мы сегодня не можем двигать горы, это говорит о том, что мы, может быть, наша вера еще не такая, не настолько сильна, чтобы это делать. Очень часто, может быть, нам не нужно двигать горы, нам нужно что-то, решить какой-то бытовой вопрос, и в молитвах, может быть, прося мы не до конца веруем, а может быть, поэтому и не получаем. Но на этих примерах я вижу, что есть такое состояние, когда мы можем ослабеть вере, мы можем разочароваться или вообще потерпеть крушение в вере, или же мы можем быть сильными в вере. Как укрепить нашу веру? Что нужно делать, чтобы наша вера, чтобы вот этот щит веры, он был большим, чтобы он мог отражать стрелы дьявола? В Римлянам 10 главе 17 стихом мы читаем, Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божия. Читая эти слова, я понимаю так, что читая слово Божие, мы можем укрепиться в вере. Чем меньше мы обращаемся к священному писанию, тем больше есть возможности, что сатана, он атакует нас. Больше возможности, что сатана начнет как в Эдемском саду задавать нам вопросы, а правильно ли то, а правильно ли это. И не зная священного писания, мы начнем пошатываться в нашей вере. И не дай Бог, чтобы кто-то из нас потерпел кораблекрушение, как есть такое выражение. Чтобы сатана не мог никак к нам подкопать, мы должны знать и быть твердым в священном писании. Если вы помните, когда Иисус Христос был в пустыне, он молился, постился, и сатана несколько раз подходил к нему и пытался искусить его, но Иисус Христос отражал все эти атаки священным писанием. Он говорил, написано, и мы также, по примеру Иисуса Христа, должны также, каждый раз, когда мы встречаемся, будь то это кто-то человек, который расспрашивает нас, будь ли это кто-то, кто специально пытается, чтобы мы усомнились в вере, мы должны четко стоять на том, что мы знаем, на том, чему нас научит Священное Писание. И только через чтение Священного Писания мы можем быть уверены и отражать все эти стрелы лукавого. И второй момент, как мы можем укрепить веру, это личное общение с Богом. Личное общение с Богом включает в себя молитву, участие в служении, потому что тот человек, который понимает и верит в сущность Бога и в Библию, он не может быть безразличным в служении. Приходя сюда, на это место, мы должны понимать, что то, что сделал для нас Христос, я всегда говорю молодежи, особенно когда у нас проходят спевки, я говорю, что те люди, которые осознали, сколько Иисус Христос сделал для каждого из нас, за то, что Он простил наши грехи, взял это наказание на себя, те люди, они не могут просто безучастно сидеть в церкви, сложа руки. Люди, которые осознали, что они были искуплены из этой бездны греха, вырваны из уз этой смерти, должны понимать и осознавать, насколько это важно, хоть чем-то воздать Иисусу Христу, или воздать Богу за то, что Он сделал для нас. Поэтому личное общение включает в себя молитву, общение с Богом, и также служение в церкви, отдача время для служения в церкви. И последнее, что я хотел сказать, в Иоанна 3,16 мы находим, каждый знает этот стих, это с воскресной школы, считается золотым стихом, или может быть стихом, или это центр священного Писания, где написано, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот эти слова «всякий верующий». Сегодня люди могут сказать, «Ну, я верю в Бога, значит, я спасен». Мало просто верить. Если вы вспомните, когда-то Иисус Христос сказал, «И бесы веруют, что я есть, но это не дает им спасения». Всякий человек, который осознает, что Иисус Христос сущий, что Бог сущий, и что Иисус Христос умер на кресте, является Сыном Бога, Он будет спасен. Но я бы хотел сказать, что всякий, кто верит в это, его жизнь должна, конечно же, соответствовать его званию. Иисус Христос очень часто приводил примеры господина и слуги или господина и домовладельца. Мы очень часто слышим такое выражение или пример слуга и раб. Но мне нравится все-таки выражение, когда люди говорят, что Бог, Он как господин или хозяин дома, а мы управители. и нам доверил Он много. Но каждый человек, который управляет домом, он должен жить соответственно званию хозяина. Если хозяин дома имеет большой авторитет среди людей, в обществе, то никак домоуправитель не может очернять авторитет этого человека или делать что-то непристойное. Поэтому читая Слово Божие, веря в Иисуса Христа, в Его жертву, веря в Бога, мы также должны следовать тому, что хочет от нас Бог. А это все записано в Священном Писании. И мы должны всегда помнить, что мы не только называемся верующими, но мы также должны соответствовать этому званию. Я бы хотел вас пригласить сейчас в молитве. мы будем молиться, чтобы Бог укрепил нашу веру. И чтобы мы, называясь христианами, также соответствовали этому званию. Аминь. Благодарим Благодарим Богу. Аминь. Благодарим 奉 и и аминь. Продолжение следует... 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 Аминь... Продолжение следует... 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 Песня. 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 Братья и сестры, мне сегодня выпала честь не только быть ведущим и проповедовать. И чтобы немножко привести наши мысли, сознание расшевелить, я задам вам загадку такую простую, библейскую. Вы слышали, что христианин должен иметь меч духовный, да? Но такой вопрос. Кто первый на страницах Библии изобрел меч? Кто первый изобрел меч? Так, 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 это близко. Ну, еще, может кто-то не услышал, еще несколько ответов. Кто первый изобрел меч? Ламех? Нет. О, тот, кто первый сказал, тот еще. Господь в Едеме поставил на востоке усадо-едемского херуима, и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Так что нам это будет интересно, и, может быть, где-то мы еще вспомним, что у Бога много методов правления или средств в этом мире, где грех и зло. Но тема моя, братья и сестры, будет такова. Подвиг веры. Или, вернее, по контексту, битва за веру. И текст Священного Писания, 1 к Тимофею, 6 глава, 12 стих. Подвязайся добрым подвигом веры, держись в вечной жизни, которой ты призван. И исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Я надеюсь, там по-английски есть «fight the good fight of faith». Если перевести на «наши» с английского, то получается, более так остро звучит. Сражайся, хорошо сражайся за веру. И опять мы видим апостола Павла, который к Тимофею предоставляет христианина служителя, а это написано «к служителю», чтобы он имел такой воинственный дух воина. И Священное Писание об этом также говорится и в учении Христа сказано. Но и в нашей христианской истории, в литературе очень немало написано книг. Может быть, кто-то помнит, тут была конференция для братьев. И я оттуда дома посмотрел несколько книг, которые есть «The fight of your life». То есть это наша христианская жизнь не просто, как я христианин, живу, радуюсь и наслаждаюсь. Мы сражаемся за нашу веру. Мы не просто верим, но мы должны сражаться. Но, возможно, помните, братья и сестры, вот такую книгу «Духовная война». Мы считали в прошедшее десятилетие, что это вторая книга после Библии «Духовная война и путешествие Пилигрима». Здесь Джон Буньян, известный английский проповедник, он описывает христианина, как город, окруженный стенами, со всеми вооружением. И идет «Духовная война». А вот «Путешествие Пилигрима» тут тоже, кто помнит, может быть, одно из изданий с картинками, то я помню на одной из первых страниц христианин с мечом, шлем и щит. Кто-то помнит такую книгу «Путешествие Пилигрима»? Но такая книга была нашим семейным достоянием, и я вот вспомнил, кстати, вот в этих книгах говорится именно о том, что мы, как христиане, последовавшие за Иисусом, без духовного вооружения, снаряжения, мы просто не способны устоять. И если мы не идем вперед, если мы не ведем битву, то мы поддерживаем победу и часто сворачиваем с христианского пути и идем от небесной отчизни в город разрушения. Может быть, у кого-то, братья и сестры, есть другое мнение здесь в Америке? Я согласен с вами, наверное, есть мнение такое. Мы же приехали в Америку, в страну благополучия, здесь нет печали, горя и слез, эмигрантов мы встречаем. Здесь можно прожить без печали, горя и слез. Я вот уже 18 лет в Америке, кто-то немного больше. Ну, мы знаем, где-то идет война, там в Сирии, в Ираке, на Украине. Но нас это не касается. Мы живем такой свободной и жизнью хорошей. Надо хорошо жить, надо много работать и пользоваться всеми благами. Что иногда мы замечаем, что и наши собрания редеют. Так работают наши братья и сестры, просто вырабатываются, что в воскресенье уже ноги не способны нести. Но я, братья и сестры, не об этом. Я хотел бы обратить внимание, что, как бы мы ни думали, мы живем в этом греховном мире, где существует грех и зло, где существуют реальные войны, где сыпятся бомбы на людей, террористов, где страдают и мирные люди. Идет реальная война. И духовная война, о которой говорил брат, и те вооружения, они также реальны. И если мы думаем, что мы здесь почиваем на лаврах, то мы глубоко ошибаемся. А может быть мы уже свернули, как вот в путешествии Пилигрима сказано, свернули с Иисусского пути и пошли уже в обратном направлении. А может быть попали в замок отчаяния и другие духовные проблемы. Об этом говорит Священное Писание. Но чтобы устоять в нашей жизни, нужно, сказано, fight the good fight of faith. Хорошо сражайся за веру. Так где же, братья и сестры, научиться вот этим навыкам сражения, этим битвы, этой битве со грехом и злом? Когда посылают человека на войну, фронт всегда, хоть какие-то курсы, приготовления к битве, сражению, вот, а кто-то, кто-то, может, служил в армии, хорошо тренирует. Очень хорошо. Для чего? И физически, и поднимает дух, чтобы в критической ситуации человек не сдал, не побежал назад. Такое, братья и сестры, случается и в нашей духовной жизни. И, как я уже сказал, тихое, вот такое безмятежное время, оно погружает нас в лень и сонность. И вот это время более коварно тем, что вроде бы тихо и спокойно, но враг дьявол не спит и не дремлет. Как-то мне один брат из молодежи говорит так. Вам хорошо было старшему поколению, вы вот жили там в Советском Союзе, там был воинствующий атеизм, там ясно было, что мир воюет против вас. Вот здесь был мир, а вот здесь была церковь. И разница была очевидная. Если ты не хочешь быть в церкви, то эта разница очень была видна. Но здесь в Америке как-то все верующие праздники празднуют, но в церковь не идут. А если взять все программы в светских заведениях, то везде воинствующие атеизм в учебниках. Вот сидят преподаватели, они могут так же сказать, особенно в университетах, то, что там мы проходили, то и здесь в университетах изучают. И задача этого мира направлена на то, чтобы подорвать веру молодых людей. Чтобы подорвать веру. И еще, в Писании сказано, не только молодежь встречается с неверием и атеизмом, но написано, если совратить, если возможно, и избранных. То есть, дьявол воюет против Бога, против церкви и против каждого из нас, для того, чтобы сбить нас с пути. Чтобы церковь потерпела урон. Чтобы каждый из нас в конечном итоге отвернулся от Христа. Но мы зададим себе вопрос, а что же нам делать? Как же нам сохранить свою веру? Надо просто вооружиться вот этим духом, который имел наш Господь Иисус Христос. И смотря на Иисуса Христа, мы видим первая битва Иисуса Христа, духовная, вы, наверное, помните, это в пустыне, искушение Иисуса Христа. Трижды дьявол искушал нашего Господа Иисуса Христа. И трижды наш Господь Иисус Христос отразил это нападение, эти огненные стрелы. И всего лишь сказав, применив меч духовный, Слово Божие, так написано. И дьявол отошел от Христа до времени. Такова и наша жизнь. Мы последовали за Иисусом Христом. И то, что на первых страницах написано, что древний змей будет жалить тебя в питу. Это также сказано о Христе. Но и к нам дьявол подходит так тайно, незаметно. В питу, где обычно змеи, они в лицо редко встречают человека. Как-то сбоку или сзаду заходят, чтобы укусить, чтобы впустить свой яд. Так и вот этот мир, в котором мы живем, он как-то незаметно к нам оборачивается. И старается напасть, как в любой войне, стараются напасть с тыла, сбоку, сзаду, чтобы как-то внезапно и поразить. Мы, братья и сестры, последовали за Христом и знаем, как сражаться, воевать. Священное Писание написано. Я благодарю брата, который до меня проповедовал. Мне очень легко, и может быть, я много не буду проповедовать. Вот это духовное вооружение, меч духовный, Слово Божие, щит веры и другое вооружение. Готовность, обувший ноги, готовность была благовествовать мир. Вот этот христианин, который во всеоружии, он сможет выстоять вот эту битву. Но мы должны знать, против кого мы воюем, братья и сестры. Мы иногда наши силы и нашу энергию обращаем в неправильное русло. Иногда бывают и конфликты в семьях, иногда близкие друзья, иногда вступают в конфликт, начинают воевать, а за что потом сами пожимают плечами. Но первый наш враг дьявол, а второй, я уже об этом говорил, далее, люди, которые находятся под властью сатаны, дьявола. Сатана это противник. И люди, которые имеют дух этого мира, настрой этого мира, которые не знают Бога, они также против нас. Апостол Павел говорит, наша брань не против людей, но против властей, против духов злобы поднебесной. Вот против них наша брань, хотя, видимо, часто выступают люди, наши братья вот на той стороне земли сейчас жалуются, вот приняли такие законы, которые запрещают евангелизацию, свидетельство. И как-то много таких печальных моментов. И как и апостол Павел тоже встречал это противодействие от евреев. И говорил, что они враги по отношению к благовестию, вот эти люди, они враги наши. Но, а как за людей мы молимся, чтобы, возможно, кто-то из них, Бог даст милость, пришли ко спасению. А здесь, на этой стороне, братья и сестры, я не буду говорить, в последнее время, сколько законов было принято, и это все против христиан, против церкви. Дьявол обостряет свои усилия против нас, чтобы нас сбить. И эти законы, они как-то влияют, и я хотел бы сказать, в последнее время очень сильно влияют. Если так присмотреться, даже за последние где-то 7 лет, мы видим, что мир греховный так драматически изменился, катится к своему концу. Может быть, исполняются эти слова. Дьявол сошел в сильной ярости, возбуждает людей. И воин, фактически, мы должны ожидать, что будет больше и больше конфликтов на земле. И как мы, христиане, здесь, в Америке, во всему миру, очевидно, будем встречать сопротивление мира и людей против нас еще больше. Это мы должны принять. Но и Христос не обнадеживал нас и не говорил нам такие радужные слова, прекрасные, что все у вас будет хорошо. Христос прямо сказал, в мире будете иметь скорбь. Намужайтесь, я победил мир. И поэтому нам нужно взять все оружие Божие и стоять за веру нашу, за веру евангельскую мы пропели, за веру Иисуса Христа, за веру, которая нам оставлена в Священном Писании. И то направление, почему именно сказано евангельскую, и мы так поем. Потому что люди по-разному верят, люди изобретают в себе более легкие пути, и чтобы устоять, надо сражаться за свое, защитить. А чтобы защитить свои убеждения, надо знать, во что мы верим. Не правда ли, братья и сестры? Мне не так много пришлось с фактическим оружием, и фактически я не служил в армии. Но я знаю, насколько воин должен знать хорошо свое оружие. Если кто-то, может быть, разбирал автомат, то за какие-то считанные секунды нужно разобрать и собрать воин, солдат должен разобрать и собрать свой автомат. И также владеть другим оружием. И знать, как им пользоваться. Но вот у нас Священное Писание. Чтобы знать Писание, надо, братья и сестры, также его разбирать, исследовать, как Христос сказал, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Исследуйте Писание еще потому, что через них вы можете одержать победу. Еще в Ветхом Завете, в 118-м псалме мы читаем, как юноши содержать в чистоте путь свой. Или можем добавить, как юноши победить и устоять в этой жизни. Благодарю. Многие из вас знают этот стих. Хранением себя по слову твоему. В сердце своем я соскарил слово твое, чтобы не грешить пред тобою. Далее я хотел бы сказать, что наш враг – это неверие. И казалось бы, мы живем уже в 21 веке, всеми доказано, что есть Всевышний Господь, Бог, что Христос приходил на землю. Но почему-то молодому поколению вновь и вновь приходится доказывать и убеждать, что Иисус Христос есть Господь, что Слово Божие живо и действенно. Почему же так происходит? Братья и сестры, кто читал книгу «Духовная война», я как аллегорию эпизод оттуда хочу взять. Когда опять пришел, в душе пришел Эммануил, Господь Христос в душе, состоялся суд над всеми врагами города. Над неверием, тщеславием, пьянством и другими грехами. И вот состоялся суд, там описывается этот суд, и на следующий день должна состояться казнь всех грехов и всех врагов, которые посягали на душу человека. Но интересно, там такой момент. Но в ночь перед казнью неверия в тюрьме сделала подкоп и сбежала. И Джон Буньян дальше продолжает. И до сих пор его никто не может поймать. Оно появляется здесь и там и воюет против души человека. Вот такая аллегория. Но я думаю, и вы согласны. Когда мы обратились к Господу, мы склоняли колени, говорили верою. Когда мы принимали крещение, мы вновь говорили верою. Но вот неверие временами здесь и там, оно нападает на нашу душу и говорит, опять-таки использует первый метод, который использовал древний змей. А подлинно ли написано? А в самом ли деле? Встречаем мы скорби, и мы слышим голос сомнения. А в самом ли деле Бог тебя любит и не оставил тебя? А не напрасно ли ты посвятил свою жизнь Господу Иисусу Христу? Я посещал немало братьев и сестер на смертном одре, которые вот день-два должны были отойти к вечности. Я слышал немало таких, что перед самым отходом в вечность вновь дьявол подходил и через неверие предлагал, а в самом ли деле Господь тебя простил? И подобные сомнения посылал. Мы должны помнить, братья и сестры, что опасит неверие – это вера в нашего Господа Иисуса Христа. И с нею мы победим. Я хотел бы сказать еще, что апостол Павел говорит, что мы находимся в теле, и наша плоть, наша греховная плоть, тело и непобежденные греховные привычки являются нам врагом. Вы сомневаетесь, братья и сестры? Давайте прочитаем здесь же Тимофея 6 глава. Некоторые, я не буду все читать, вы увидите. А желающие обогащаться впадают в искушение и сеть, и многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Смотрите, как это происходит? Приходят мысли от Бога, может быть, от людей, не знающих Господа. Иметь больше и больше в этом мире. А их тут много. Это жажда обогащения, это плотские похоти. Тут написано, многие безрассудные и вредные похоти. Это греховные желания. И вот увлекшимся одним из них, что происходит? Люди погружаются в бедствие и пагубу. И это пагуба для самого человека и для семьи. Допустим, кто-то увлекся алкоголем, и жизнь человека покатилась, как говорится, вниз. От этого страдают, это один из примеров, и от этого страдают семья, дети, окружающие люди. И поэтому всем этим греховным похотям мы, как христиане, должны объявить войну. Не согласие, а войну. И только в таком в таком направлении мы можем победить. Дальше апостол Павел говорит, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами подвергли многим скорбям. Мы слышали хорошее определение кораблекрушения в вере, как корабль стал тонуть, потерпел пробоину и тонет. А тут написано, человек уклонился от веры. Это подобно, как Джоан Буньян в путешествии Филигрима говорит, что посмотрел по ту сторону забора, там трава лучше, там вроде дорога лучше, свернул туда, а проходит время, и христианин смотрит, уже идет он совсем в обратном направлении. И вот некоторые хорошие советы, которые нам помогут действительно быть победителями в этой духовной борьбе. Первое. Ты же человек Божий, убегай сего. И когда мы вспомним, что мы дети Божии, что мы воины Господа, что мы стоим на его стороне, это сразу придает внимание, как солдату, который стоит на карауле, и он вспомнит, что он несет дежурство, ему поручено это. А дальше, что должен он делать? Убегай вот этих греховных моментов, противостой, объяви войну им, а дальше преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, в терпении, кротости. Вот в этих духовных качествах, в этом духовном всеоружии мы должны возрастать, и тогда будет победа. Подвязайся добрым подвигам, веры. Подвиг. В это спокойное время, вроде бы, этот термин уже стал, как бы, ну, несовременным. Но в русском переводе так написано. Я хотел бы, чтобы мы хотя бы одну минуту посмотрели подвиг. Подвиг – это какой-то чрезвычайный момент, который человек совершает на войне, спасая других людей, жертвуя собой. Но есть также герои труда, или подвиг, подвиг веры, мы слышали. Этот подвиг может совершить и совершать каждый из нас. Это может брат и сестра, это могут дети. Всякий раз, когда мы говорим, греху нет, всякий раз, когда мы одерживаем победы над грехом и злом, мы, братья и сестры, победители. А может быть, мы и совершим какой-то действительно такой подвиг, который спасает, спасет наших детей, возможно, наших друзей или наших соработников. И этот момент возможен в жизни каждого у нас. Но, вот интересно, каждодневно быть победителем в жизни – это нелегко. И апостол Павел дает Тимофею очень хорошие советы, которые помогут одерживать победу. Вот смотрите, держись в вечной жизни. Какие мысли у вас приходятся? Когда-то кто-то, может быть, на строительстве молитвенного дома, может, кто-то начал падать и резко раз, схватился, удержался и не упал. А может быть, строители помнят, как вы цепляете свой прицеп, и он прочно, надежно прикреплен к траку, и он держится за за трак. И ничего не грозит этой расцепке. А Христос в другую аллегорию привел ветвь, ветвь, находящаяся на лозе, она приносит плод. Это тесное соединение. Так вот, апостол Павел говорит, если мы плотно прикрепимся к Иисусу Христу, к Его Слову, к молитвенной жизни, ничто нас не отлучит от любви Божьей в Иисусе Христе. Как римлян апостол Павел говорит, ни смерть, ни ад, ни какие-то другие силы, ничто не может нас отлучить. Второе, в 12 стих, второе полустишье. Обратим внимание, исповедовал доброе исповедание перед многими свидетелями. Перед кем мы исповедовали нашего Господа Иисуса Христа? Давайте вспомним. Совершали покаяние здесь, в церкви, принимали крещение в церкви. Большинство христиан так делают. Ну, и еще, может быть, некоторые другие соседи, по которым мы свидетельствуем о Боге. Но я хотел бы сказать, что многие свидетели это наши братья и сестры, где мы вот здесь служим, свидетельствуем о Господе. Сегодня я свидетельствую брат Николай и регента. Вы молитесь, вы свидетельствуете о Господе. И вот это вот сознание, что мы исповедовали, что мы принадлежим к телу Господа Иисуса Христа, к церкви, и мы готовы говорить о своей вере, как 13 стих говорит, как Иисус Христос засвидетельствовал предпонтием Пилатом доброе исповедание. если мы держимся исповедания Иисуса Христа и не стыдимся говорить об Иисусе Христе, это возможно на производстве, это возможно где-то в пути, в церкви, ну, не постоянно же нам говорить о рыбалке и охоте или о фане, которую мы имеем в жизни. Мы, христиане, у нас уста должны наполняться свидетельством об Иисусе Христе. Это придает нам особую силу, что мы стоим на стороне Иисуса Христа и мы непобедимы с Господом. 13 стих, первые начальные стихи «Пред Богом все животворящим и пред Иисусом Христом». Говорят, что на полях сражения воины, когда падали духом, когда они видели своего военачальника впереди и голос своего военачальника, они всегда ободрялись духом. Братья и сестры, мы всегда имеем впереди перед собою нашего Господа Иисуса Христа и помним, что Он все животворящий и все в Его руках. Если даже придется нам расстаться с этой земной жизнью, кто-то лишит нас жизни, мы с Господом. Ничто не может нас смутить и погубить, когда мы смотрим на нашего Господа Иисуса Христа. И это не правда ли, это дает силы? Ну и 14 стих хотел бы сказать. Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже доявление Господа Иисуса Христа. О чем же говорит этот стих? Этот стих говорит о том, что мы должны стойко стоять на своих позициях. Подобно как Джоун Буньян описывает, что воины стояли твердо, должны стоять на стенах и держать свои позиции. Если мы в своей христианской жизни скажем, здесь немножко можно, здесь можно, здесь можно, да меня никто не видит, да меня же от этого не отлучат от церкви. Ну подумаешь, ну и другие так поступают. Братья и сестры, если мы не стоим твердо и не держим позиции чистоты и святости в нашей жизни, то мы будем одерживать поражение за поражение в нашей жизни. И для этого мы должны помнить, что мы должны соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа Иисуса Христа. И имея вот такие прекрасные драгоценные обетования, братья и сестры, мы должны верить с нами Господь. Мы одержим победу веры в нашей жизни, в личной жизни. И дальше это распространяется в нашей семье, в церкви. Пусть Господь поможет, чтобы мне нравится, вот как в английском языке сказано, чтобы мы сражались за нашу веру, подвязались добрым подвигам веры. И мы будем иметь благословение. С нами наш Господь, и Он всегда подает нам, подаст нам поддержку. Но и со своей стороны мы должны вооружиться тем духовным вооружением, которое предлагает нам Господь Иисус Христос. И особенно, первое, это нужно иметь веру в Господа Иисуса Христа. Да поможет нам Господь и благословит нас. Аминь. Помолимся Господу. Да Господу. Иисус Христа. Иисус Христа. Иисус Христа. Иисус Христа. Аминь. Иисус Христа. 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 Аминь. Иисус Христа. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Аминь. Наш Господь Иисус Христос, мы приходим к Тебе. Мы благодарны Тебе, что Ты пришел в этот мир и совершил дело служения, дело спасения для каждого из нас. Господь, мы благодарны Тебе, что Ты в этой земной жизни, в Своем служении был как победитель. Ты победил грех и зло. И всякий раз Ты мог сказать греху и злу нет. И в Тебе не нашлось беззакония и лести, где мог бы этот мир упрекнуть Тебя. Господь, помоги и нам взирать на Тебя и быть победителями в этой жизни, чтобы в духовной борьбе не ослабнуть, но достигнуть вечной жизни. Помоги нам, Господи, в этом. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. 204-й песнь Возрождения мы споем, затем помолимся. Может быть, пение этого гимна поможет нам быть твердыми в духовной борьбе. Крепко люблю я Иисус Тебя, Жизнь не дороже Ты для меня. Нежно припал я к груди с водой, Там мир нашел я, там мой покой. Иисус, люблю я крепко Тебя, Жизнь не дороже Ты для меня. Крепко люблю я Иисус Тебя, Крепче же дружбы нет, как Твоя. Он состраданья, Он состраданья мира светят, Ты мой Отец, и я же дитя. Иисус, люблю я Иисус Тебя, Жизнь не дороже Ты для меня. Ты ведь простишь мне, если споткнусь, Ты для тебя. Иисус Мой Иисус, Мой Искупитель, Друг Неземной, Ближе к Тебе сам сделай, Дух мой. Иисус, люблю я крепко Тебя, Жизнь дороже Ты для меня. Дух Твой люблю я, Сердце мой, Дух мой сверился, Будь мне Царем. Дух Твой люблю я, Вечно Ты мой, Жизнь и смерти, Духом я Твой. Иисус, люблю я крепко Тебя, Жизнь дороже Ты для меня. Братья и сестры, на минуточку присядьте. Несколько объявлений. Первое к молитве. Яблонский Иван Григорьевич улетает в Молдову 11 сентября и просит, чтобы Господь благословил путь туда и обратно, его служение там в тех семьях с родственниками, где будет служение. Будем помнить в молитвах и сейчас в молитве, и когда он будет там. Еще брат Виталий Викторович, пожалуйста. Братья и сестры, несколько слов, несколько нужд к молитве есть, и хочу попросить молиться. Но, во-первых, хочу напомнить, что в это воскресенье у нас будет хлебопреломление, будем готовиться к тому, чтобы участвовать в Вечере Господней должным образом, чтобы, если кому-то нужно примириться, в принципе, нам всегда нужно быть в мире. Не нужно ждать хлебопреломления, чтобы примиряться с другими верующими, с Богом. Но, может, для кого-то это становится иногда преградой, проблема с другими людьми становится преградой для участия в Вечере Господней. Поэтому просто обращаем на это ваше внимание. Готовьтесь к тому, чтобы участвовать хорошо и правильно. Еще хочу сказать, сегодня я получил одно такое сообщение. Знаете, как бы иногда получаешь некоторые сообщения, думаешь, ну, пытаешься понять, насколько это все правильно, справедливо, насколько это все истина. Но, с другой стороны, думаешь, что когда мы слышим какие-то вещи, нам нужно все равно обращать внимание и готовиться ко встрече со Христом. Сегодня прислали такое сообщение, что на днях в Израиле был избран первосвященник. До сих пор в Израиле не было первосвященника. Храма в Израиле нету с 70-го года. Почти две тысячи лет нету храма. Несколько дней тому назад возрождающийся Синедрион выбрал первосвященника. Один известный раввин, который достаточно известен своими научными достижениями и так далее, был выбран как раз на первосвященника. В этом году, по сообщению этой группы новостной, это христианские новости, опять же, нужно проверить, посмотреть еще некоторые вещи, но в этом году было проведено много мероприятий, имеющих отношение к храму. был создан храмовый институт, создал регистрационный учет каханим, то есть священников. Все, кто прямые потомки Аарона, их записали. То есть есть список людей, которые потенциально могут быть священниками. И уже начались курсы по их обучению. То есть как приносить жертвы, как все это делать и так далее. Ну, я не хочу как-то нагнетать страх или еще какие-то вещи, я просто говорю, точно так же, как Христос сказал, от смоковницы возьмите подобие. Когда ветви становятся мягкие, и листья начинают появляться, тогда знайте, что скоро будет лето. Так вот, когда мы видим определенные знаки с бывающимися, мы должны понимать, что пришествие Господне приближается. Израиль действительно хорошая смоковница. В 1948 году, эта страна, которая не существовала очень долгое время, вдруг, вопреки ожиданиям многих людей, начала существовать. Несмотря на врагов, несмотря на то, что были препятствия и так далее, она начала существовать. И вот сейчас вот такой вот интересный новый шаг, новое развитие. Опять же, братья, я не проповедую, я сейчас не хочу как-то нагнетать какую-то атмосферу, я просто говорю, нам нужно быть готовыми на всякое время. И это еще одна, может быть, маленькая деталь, которая напоминает нам, брат, сестра, приготовься ко встрече с Иисусом Христом. Я хочу еще напомнить, братья и сестры, о том, что в воскресенье у нас будет хлебопреломление, а также пост. Мы просили, объявляли, что в это воскресенье мы будем делать день, у нас будет день поста и молитвы. В это воскресенье будет 15 лет, годовщина 15-летняя, с того времени, как был совершен теракт. Помните, 11 сентября 2001 года, когда был вот этот страшный террористический акт в Нью-Йорке совершен. И вот в это 15-летие мы хотим, это наше предложение, наша инициатива с нашей церкви исходит, чтобы сделать вот как раз вот день поста и молитвы, молиться о нашей стране, чтобы Господь послал пробуждение в нашу страну. Молиться о стране вот и выборах, которые будут в этом году. Молиться о нашей молодежи, чтобы Господь благословил и укрепил, и побудил нашу молодежь жить и трудиться для Бога. Молиться о конференции, которая у нас будет, посвященной личному евангелизму и свидетельству. А также молиться о той евангелизации, которая будет проводиться вместе с этой конференцией. Потом очень прошу, вот неделю назад, также был почти неделю назад, был Альянс, наши братья встречались с других объединений, и они также еще добавили одну просьбу, молиться о всей молодежи Америки, вот вместе со всеми этими нуждами, о которых мы сказали именно в этот день. Поэтому призываю всех, кому не безразлична молодежь, кому дорога молодежь нашей церкви и других церквей, поучаствуйте в посте и молитве. Хлебопреломление не будет прерыванием вашего поста, поверьте. Хлебопреломление, наоборот, благословит ваш пост и сделает его лучше и сильнее и так далее. Поэтому даже участвуя в Хлебопреломлении, это не значит, что вы прервете пост, если вы захотите поститься, например, целый день. Мы хотим также вот братья и сестры, которые будут участвовать, будут отвечать за определенные участки, там, где будет проходить евангелизация, они в этот день, в воскресенье, после служения, поедут и посетят те места, где мы будем говорить, где будем свидетельствовать, чтобы там именно помолиться о людях, которые будут там через две недели, которые услышат весть о Христе. Поэтому давайте будем молиться об этих нуждах, которых вы слышали, будем молиться, чтобы Господь, ввиду проповеди о вере, чтобы Господь приготовил нас, и чтобы Господь помог нам быть верными, смотря на последние события. Будем молиться и будем готовиться к участию в вечере Господней, будем готовиться для того, чтобы участвовать в посте и молитве. Также молитесь за церковь в Канаде, в городе Виннипег. В воскресенье мы посетили эту церковь, в них в воскресенье будет серьезное решение, некоторое членское собрание. Молитесь об этой церкви, церковь города Виннипег. Хорошо? Ну, на этом все. Хорошо, давайте встанем, помолимся. Дорогой наш Господь, мы от всей души благодарим Тебя за Твою любовь к нам. Мы благодарим Тебя, что Ты нашел нас в этом мире. Ты призвал нас следовать за Тобой. Слава Тебе, Господи, за это. Слава Тебе, что Ты обратился к нам, постучался в наше сердце. Ты взял на себя наши грехи. Ты предложил нам прощение и очищение в Твоей крови. Господи, мы благодарим Тебя, что когда мы принимаем Твою жертву, мы получаем не только прощение. Мы не только слышим от Тебя, что мы прощены, и вина снимается с нас, но Ты также и очищаешь нас, и снимаешь с нас пятна греха, и делаешь нас новыми и оправданными в Твоем присутствии, в Твоих глазах. Слава Тебе за это, Господи. Мы сегодня просим Тебя, Господи, помоги нам в это последнее время продолжать верить, продолжать сражаться за веру, продолжать веровать Тебя, нашего Господа и Спасителя. Несмотря на атаки лукавого, несмотря на охладение любви во многих, помоги нам держать веру крепкой. Я прошу Тебя, Господи, благослови нас. Мы хотим в это воскресенье поучаствовать в вечере Твоей. Приготовь нас, Господи, к этому. Помоги нам, чтобы мы действительно могли участвовать в Твоей трапезе, чтобы не было никаких препятствий для нас. Помоги нам рассуждать о Тебе, о том, что Ты сделал для нас. Я прошу Тебя, Господи, благослови также и эти нужды. Мы хотим также подготовиться и к этой евангелизации, которая будет у нас, и к этой конференции. Я прошу Тебя, Ты благослови. Сам пойди впереди, благослови молодежь нашу, благослови молодежь христианскую во всех церквях. Мы так нуждаемся в Твоей помощи, Господи. Дьявол направляет все ресурсы мира, все то, что у него есть, для того, чтобы соблазнить молодежь нашу. Мы просим Тебя, Ты помоги, Ты защити, Ты благослови, Ты сохрани. Молим Тебя также о том, чтобы эти евангелиционные проекты, которые есть, чтобы они также были благословены Тобой. Мы верим, что Ты поможешь, мы верим, что Ты будешь с нами, благослови нас. Мы просим Тебя, мы также за церковь города Виннипега. Ты видишь их состояние, Ты знаешь их нужды. Мы просим, чтобы Ты благословил и помиловал их, чтобы Ты дал им Твою благодать, Твою милость, Твою помощь во всем. Также просим, благослови брата Ивана в его поездке, храни в руках Твоих и оберегай от всяких бед. Мы просим, чтобы Твоя милость и благодать была над ним и с ним. Благослови нас, Господи, нашу церковь, благослови всех тех, кто болен нашей церкви, Ты благослови, укрепи. Благослови процесс строительства, Господи, помоги нам, чтобы мы могли верно трудиться для этого и закончить это дело, которое начали правильно. Я прошу Тебя, благослови нас при расходе, и пусть Твоя благодать, Твоя милость, Твоя любовь окружает нас со всех сторон. Благослови нас, помоги нам Тебе за все, да будет слава Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. С миром Божиим.